Пройдёмте Мёд у вас, да ну, не будьте столь суровы, так вы готовы? Пусть тогда, здесь будут рады вам, да бросьте, стул, виски, фишки и звезда, расслабьтесь, будьте нашим гостем. И я присяду, не поняв, кому и мне, да столько чести, а за одним столом сидят посланники особой вести. По левое плечо я вижу красив, умён, тщеславный парень, высок, надменен. Чем он движим? Во взгляде я читаю камень. Левее него ещё один, надулся, что из силы он, не трогай, не тревожь, уйди, завистник от рождения он. А рядом с ним ещё персона, так улыбается красиво, глядит слегка взволнованно, а голос льётся слишком лживо. По праву руку сидит босс, ну, как минимум, похожий, и много денег у него, и вроде вышел рожей. Вниманием босс к соседу полон, тот хмурый взгляд сюда бросает и крутит фишки, как шпион, кто спросит, резко отвечает. Напротив сели у стены два человека-близнеца, давно уж дни их сочтены, но не грустят, не ждут конца. Один всё время что-то ест, второй, что с краю еле дышит, еда никак не надоест, а брату лень, молчит, не слышит. Начнём игру, я предложил, исполошились молчливо, раздать всем карты он спешил, да видно, карты все фальшивы. Пошла игра, уж третий кон, сдаются карты нам так живо, кто кому должен, не прощён, шумят, решают, лживо, лживо. Ту нимфу за руку поймал, тузы летят из рукава, она не стала отбивать, спокойно встала и ушла. Все игроки вмиг замолчали, что рядом с ней вдруг засипел, мол, как вы чётко увидали, кошмар, конец, беда, предел. Ушёл он, оставив счёт, косясь на мои фишки с болью, и босс не требует расчёт, ему привыкнуть нужно к роли. А у того, что хмурил лоб, слышны и крики, слёзы, вопли, никто не любит, даже с ног, как банку ходит, вытрясопли. Что слева руку пожимать пытался, спрятался стыдливо, его добру и я забрать посмел достаточно учтиво. Крупье был восхищён игрой, но сколько было у нас фальши, я его возьму с собой, как делал это я и раньше. Вот встал я в рост с большой сумой, стою один, кругом пустыня, всё ближе те, кто был со мной, и страхи их горчей полыни. Азартный дом, то мир людской, а сам я, вечный спутник власти, хожу, брожу своей косой в халате самой тёмной масти и жду, когда за все грехи ответит тот, кто ищет счастье. Спасибо.